В День России глава региона Евгений Куйбашев в белоколонном зале Дома Севастьянова вручил 11 юным свергловчанам, особо отличившимся в учебе, спорте и добровольчестве, первые в их жизни паспорта. В День России вы получаете свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, этот торжественный момент вы запомните надолго. Рассчитываю, что вы будете достойными гражданами, честными и ответственными людьми. Будете добросовестно учиться и работать на благо нашей страны и своей малой родины. По словам губернатора, Свердловская область – регион молодости и успеха, широких возможностей и инновационного развития. Сейчас на Среднем Урале запускается множество амбициозных инфраструктурных проектов, рассчитанных на перспективу, на то, что ближайшие 5-10 лет они будут определять и облик региона, и вектор его роста. А юные свердловчане, в этот день получившие первый паспорт, смогут найти точки приложения своим талантам. На Октябрьской площади у подножья Белого дома в День России от обилия трехцветных флагов в глазах рябило самое большое полотнище. Десятки молодых свердловчан, растянув за концы, колыхали, чтобы с высоты птичьего полета это выглядело, как гигантская волна, окрашенная в цвета российской государственности. Вице-губернатор Олег Чемизов на торжествах вручил общественникам государственные флаги за их вклад в укрепление гражданственности и патриотизма. Далее цитата. «В становлении сильной, свободной, суверенной России опорный край державы всегда вносил и будет носить большой вклад». В тот же день в историческом сквере на Платинке горожане тысячеголосным хором прославили Россию город, исполнив гимн страны. И знакомые с детства каждому екатеринбургцу песни. «Родительский дом» – все, что в жизни есть у меня и, разумеется, песню о Свердловске. Этой массово песенной традиции общегородского масштаба уже 10 лет. Погода на этот раз благоприятствовала песенному марафону, и город пела души под аккомпанемент Уралбэнда и штабного оркестра уральских нацгвардейцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова